Как получить последний элемент массива в JavaScript? Перед нами вот такой массив. Мы напрямую вводим этот массив в консоль браузера Google Chrome. В инструментах разработчика мы находимся, так мы быстрее видим результаты. У этого массива нам нужно получить последний элемент. Визуально массив небольшой, мы видим, что он состоит из восьми элементов. То есть нам нужно получить восьмой элемент, тройные буковки LLL. Вот эту строку. Давайте посмотрим, что из себя представляет текущий массив. Для этого мы вводим его название, нажимаем Enter, нажимаем на серенький треугольничек. И мы видим, что у нас слева индексы, справа значение. Также мы видим, что есть некое свойство длина со значением 8 и некоторое прото со значением Array. В данном случае этот массив имеет длину 8 элементов и принадлежит объекту Array. Стандарт ECMAScript определяет индексные коллекции, в которых есть объекты Array, у которого есть свойства экземпляров, то есть свойства длины. И мы всегда к нему можем обратиться. Именно вот эта длина нам сейчас поможет в правильном решении задачи получения последнего элемента массива. Если получать неправильно, что бы мы сделали? Мы же визуально видим, что нам программировать. Тут все и так понятно. Мы напишем массив и обратимся к седьмому индексу. Вот он выше, мы видим, что вот он седьмой. Мы обратимся к нему раз и получили нужное значение. Как бы да, мы выполнили результат, но это не совсем правильно, потому что этот индекс, он не вычисляет последнее значение в массиве. А что будет, если элементов в массиве будет не 8, а 888? То вот эта семерочка тут уже не прокатит. И нужно использовать некие языковые конструкции JavaScript, чтобы добираться до последнего элемента. В нашем случае у нас весь массив, он именованный. То есть мы обращаемся к нему по имени. А значит, мы можем в нашем массиве вычислить индекс последнего элемента. Как это сделать? Снова обращаемся к нашему массиву. Открываем квадратные скобки. И здесь мы должны произвести вычисление. Мы не знаем, сколько элементов. Но мы предположим, что мы не знаем. Абстрагируемся от того, что их 8. В этом случае здесь в квадратных скобках начинается новая жизнь. Мы снова обращаемся к нашему массиву. И у него через точку мы вызываем свойство LEN. Вот нам браузер подсказывает. То есть длины. И если мы так все и оставим, то мы уже заранее видим результат undefined. Почему? Потому что вот эта запись, массив LEN, она возвращает нам значение длины. То есть получается, что вот эта восьмерочка подставляется вместо индекса, но фактически такого индекса в массиве не существует. То есть такого элемента нет. То есть нечего вернуть. Таких данных нет. Поэтому из вот этого всего выражения нам нужно вычесть единичку. Почему единичку? Потому что индекс массива всегда на единицу меньше. То есть если мы хотим обратиться к первому элементу массива, мы выбираем индекс 0. Ко второму 1. Ко восьмому 7. Но в нашем случае мы представим, что их там десятки тысяч элементов. И вот эта конструкция массив точка LEN минус 1 всегда в любом массиве нам будет возвращать последний его элемент. Нажимаем ENTER и смотрим. Да, отлично. Мы получили LL. Теперь представим, что у нас такая немножко иная ситуация. Допустим, у нас неименованный массив. Я его скопирую. И сейчас будет очень громоздкая запись, чтобы понять, как это вот ручным способом из вот этого массива готово получить также его последний элемент. А выглядит это будет примерно вот так. Мы в конце этих квадратных скобок ставим квадратные скобки. Но сюда, внимание, мы должны будем передать индекс. Теперь вместо массив мы еще раз вводим наш массив. К нему мы добавляем точку и выбираем свойство длины. Из него мы вычитаем единичку. И мы таким образом получим значение последнего элемента в неименованном массиве. Это может показаться бредом. И на практике, конечно, нигде не используется. Но нужно иметь в виду формат записи. То есть, вначале массив в своих квадратных скобках. Затем одна скобочка вторая. Это границы ввода индекса. Но так как у нас он неименованный массив, мы сюда закидываем снова тот же самый массив. Ставим точку и выбираем свойство длины. И вычитаем единицу. Так мы получаем этот же элемент. В принципе, все понятно. Благодарю за просмотр. Пользуйтесь. Всего доброго.